Великий четверг, известный также как Чистый четверг, представляет собой особое время духовного очищения для православных верующих. Праздник связан с важными событиями из евангелевского периода – тайна вечеря, предательства Иуды и установления обеда причастия. В этот день люди начинают готовить свои дома к Пасхе, убираются, красят яйца и готовят куличи. Это один из дней страстной недели – время самого строгого поста в году. Перед ним празднует вербное воскресенье. Это событие предваряет Пасху на неделю, и Господь для того и входит в Иерусалим, чтобы спасти весь род человеческий, победить силу греха и смерти. А мы потому и празднуем, что в этой победе и присоединяется человек к пасхальной радости, дарование жизни вечной до этого погибающему человечеству, а вот с этого момента – спасенному. Вербное воскресенье – один из важнейших праздников в христианском календаре. По русской традиции пальмовые ветви заменили на ветви вербы. Это первый кустарник, который оживает после зимы. В кафедральном соборе святого и праведного воина Федора Ушакова на службу пришли сотни верующих – вспомнить о последних днях земной жизни Иисуса Христа. И этот праздник все радуются, но и тут же, в пятницу, они его предадут. Поэтому вот как бы предваряет вот то, что мы все готовимся к тому, что Господь примет за нас смерть, за нас грешных. Благодаря тому, что Господь принял эту смерть, Он даровал нам жизнь вечную. Вербное воскресенье – это очищение души, очищение и тела, если кто причащается, исповедуется. А для меня это праздник чистоты сердечной. Я так думаю, что я просто счастлива, когда я в этот день нахожусь в храме, особенно в соборе Ушакова. Вербное воскресенье для тех, кто соблюдает Великий Босс, церковь делает послабление. Это праздник, это праздник души, это праздник веры, это праздник весны. У меня мама очень верила в Боженьку. Мамы сейчас нет, и я стараюсь приходить в церковь, молиться, благодарить Боженьку за все. Чтобы мы эти слова украшали своими добрыми делами, прославляющие наше достоинство последователей Христа. Я желаю всем спасения, помощи Божией, ну и, конечно, подготовки к великому празднику, празднику праздников Пасхи Христовой. Ксения Бебинова, Андрей Просверкин. Наши новости.